Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Корах. Мы часто говорим о награде и наказании, говорили, какое и в каком случае еврей получает воздаяние, награду и наказание в этом мире, и знаем, что главная часть воздаяния еврея получает в будущем мире. Тут комментарии мудрецов к нашей недельной главе приоткрывают нам завесу, что там происходит, там, после смерти. Давайте посмотрим. Нам известно, что из недельной главы, что за то, что Корах и его сообщники подняли бунт против Маше и стали зачинщиками Махлокета, Всевышний наказал их страшным наказанием. Их живьем поглотила земля. Так написано в нашей недельной главе. И распахнула земля свою пасть, и поглотила их, и их шатры, и всех людей Кораха, и все их имущество. И сошли они со всем принадлежащим им заживо в преисподнюю. И земля замкнулась над ними, и пропали они из среды общины. Но что означает преисподнюю? На святом языке – шеоль. Преисподня – это один из уровней геенома. А упрощенный перевод геенома – это понятие несет в себе христианский такой оттеночек. Да, мы понимаем. Мы будем употреблять гееном. Рассказывается в Талмуде, в трактате Баба Батра, что один пастух, а мы знаем уже из объяснений, что это был пророк Илья Гуанави, сказал раби Барбархана, «Хочешь, покажу тебе Кораха и его общину, которую поглотила земля?» Пастух Илья Гуанави показал две щели в земле, из которых валил дым. Он взял клок шерсти, смочил его водой, привязал копью, поднес копью к щели, и шерсть сгорела от жара. То есть туда, из щели, сейчас мы поймем, что это за место, куда провалился Кораха и его сообщники, шел такой жар, что сгорел мокрый кусок шерсти. Сказал ему пастух, «Прислушайся, что ты слышишь?» Раби Барханина ответил, «Я слышу, что они говорят, Маше истина, и Тора его истина, а мы обманщики!» Сказал пастух, «Каждые тридцать дней Гейном возвращает их на это место, где они вертятся, как мясо на кипящей сковородке, и кричат, Маше истина, Тора истина, а мы обманщики!» Это слова Талмуда. Просто страшно. Рамбан, в предисловии к своему комментарию книги Йова, пишет, что страдания Гейнома – это душевное страдание, и один только час их тяжелее, чем вся жизнь, полная страданий того Йова. Подобно этому, с другой стороны, сказано Мишне Перкеевод, «Один час умиротворения в будущем мире лучше, чем вся жизнь, полное наслаждение в этом мире». Две весы. Так вот, один час их тяжелее, чем вся жизнь, полное страданий Йова. Что можно сказать о целом дне в Гейноме? А о неделе, месяце, о целом годе? Ужас. И еще нужно заметить, что от момента, когда земля поглотила короха, до времен раби Барханы прошло 1600 лет. И до сих пор они как на сковородке. И кто знает, до какого времени. Вот это ужас. Но тут, конечно, возникает вопрос, а что, правда они жарятся, как на сковородке? И есть еще вопрос, а почему они все время кричат, Моше истина и Тора истина, а мы обманщики? Кто их слышит? Как это помогает им? Может быть, они думают, что такое признание вызволит их из Гейнома? И надеются, и надеются. Ведь верно, когда болит, кричат. Но как-то мы не видим, чтобы человек лежал на стомологическом кресле у стоматолога и вздыхал, горе мне, что я не чистил зубы утром и вечером. Он стонет от боли, и все на этом. Чего же они кричат? Ответ заключается в том, что в Талмуде Эрувин уже Гейном называется Долиной Плача. И смысл этого названия в том, что злодеев, это просто кто не выполнял законы Бога, отправляют все на более глубокие уровни Гейнома, а Шаоль это первый. Каждый уровень доставляет им все большее страдание. И они плачут и проливают слезы, как воду. Получается, что горе и психологические вот такие страдания, которые они испытывают, это часть наказания. И возможно, это даже именно сила и суть наказания Гейнома. Ведь сказал Виленский Гаон, что самое великое горе человек может испытать в момент своей смерти, когда ему показывают наказание Гейнома, которое его и ждут, и наслаждение Ганедена, которое он упустил из-за своей лени или из других разных своих качеств. И он видит не только, что он натворил, но сколько часов он затратил пустую, ведь за каждый такой час он мог бы приобрести невиданное удовольствие Ганедена. Ганеден – это рай, все тот же перевод с христианским душком. Так вот, страстное желание человека удостоится попасть в Ганеден настолько велико, что он готов жариться в Гееноме и проходить свое наказание, чтобы в итоге войти в Ганеден и получать положенную награду вечно. И один человек просто не может представить в себе силу его разбитого сердца и сожаление о том, что он натворил в жизни и об упущенных возможностях, когда перед человеком открывается вся же его жизнь и ее прокручивают ему в сравнении с истиной, с тем, как делалось и как должно было быть. Накладывают. Он рвет на себе волосы, царапает всю кожу и кричит «Горе мне, как я променял мир вечных наслаждений на этот темный мир!» И это горе ему тяжелее всех страданий Геенома. В этом и заключается ответ на наш вопрос по поводу Короха. Их крики «Маше истина!» и «Тора истина!» а мы, обманщики, это не просто сожаление, не просто признание ошибки. Это и есть самое страшное наказание. Хуже Геенома, наказание, которому нет осознания и признания истины. Можно спросить, это горе человек ощущает лишь в первый момент? Когда осознает вдруг истину? Но ведь раба Барбархана слышал это тогда, когда прошло более полутора тысяч лет. Верно? Давайте вспомним слова Мишны Перкеа вот. «Задумайся о трех вещах и не согрешишь». И одна из этих вещей – перед кем тебе предстоит стоять на суде? Перед кем отчитываться? Перед царем всех царей Всевышним Благословеном. И просят наши мудрецы, подумайте не только о самом суде, не только о наказании, но о том, кто будет судья. Пишет Робейн Уйона, представим себе царя из плоти и крови. Если человек предстанет перед ним, и окажется, что он обманывал его своими поступками или лгал, ведь он очень-очень устыдится и, конечно, испугается. А уж тем более, когда судьей будет царь всех царей Всевышним Благословеном. Причем, когда душа стыдится, расставшись с телом, этот стыд гораздо сильнее того, что испытывает человек еще при жизни, поскольку его тело по природе своей со временем ослабляет, охлаждает стыд и помогает забыть его. Однако, когда душа сама по себе, она ничего не забывает, это физически невозможно, и стыд одолевает ее на веки веков. Она остается в состоянии стыда точно так же, как в первый момент, когда ощутила его. Именно об этом и сказано. Горе ему от стыда и позора. Ведь как они кричали в момент признания ошибки, так они будут кричать «ВЕЧНО!». И этот стыд и позор сжигают человека там, в Гееноме. И жар от этого стыда такой, что сжег этот кусочек шерсти. И эта вся тема относится к страху наказаний. И этот уровень, он самый первый в понятии богобоязненный человек. И над ним есть еще три уровня, три стадии духовного роста человека. Есть этому разные трактовки, но в целом есть еще трепет перед Всевышним, перед величием Всевышнего, уважение перед Царем Царей и любовь к своему Создателю. И мой Создатель, он же Всемогущний Всевышний, он же Грозный Царь всех царей. И переход от уровня к уровню очень кайфовый. Нужно быстрее приобрести этот уровень страха наказаний. На нем нарушить закон должно быть подобно взрыву на минном поле. И поэтому мы говорили, мы благодарим, мы благодарны мудрецам, которые ставят нам ограды этого минного поля и таблички «ты сюда не ходи, сюда ходи, снык башка бы падет, совсем мертвым будешь». И уровень трепета перед Всевышним принципиально другой. А нежелание потерять связь и отношения с Царем Царей – это уже совсем другие ощущения. Стоит задуматься над этим, поразмышлять. А сейчас Царь всех царей запустил войну в Украине. Для чего он это сделал? Мы в точности не можем знать весь план, но одно нам понятно – сорвав нас с насиженных гнездышек, Бог ждет от нас каких-то других решений, каких-то перемен. Каких? Чтобы мы ждали, как быстрее вернуться? Так зачем все это? Чтобы мы поселились в Польше, Австрии, Германии, в Штатах, не знаю. Есть какая-то разница для Бога Украина или все эти страны? Они для Бога все одинаковые, только одна земля отличается от всех других. Это святая земля Израиля. И это одна цепочка рассуждений. Но есть и другая. До прихода Машеха остались считанные часы, ну, может быть, дней, но в крайнем случае годы. Ему нужно будет собрать всех евреев в земле Израиля, построить третий храм, начать исправление нас и всего мира, подготовить мир к переходу в другое состояние. И на это всего лишь есть 218 лет. Поэтому Бог торопится, торопится создать для каждого такие условия, чтобы Он сам по своему выбору принял решение переехать в землю Израиля. Тогда не будет этих больших страданий, которые будут, когда Он через колено приведет сюда, да? А наоборот, будет еще заслуга. Подумай над этим. Прими правильное решение. Брахава Ацлаханам всем. Благословения и успеха. Правильных решений. В помощь Богу в реализации Его целей в этой войне. И остаемся и дальше в поисках смысла.